Мавзолей Ленина закрывается не на совсем, а до середины апреля. Как сообщили в ФСО, пришла пора перебальзамировать Владимира Ильича, а заодно и сменить костюм. Старый со временем теряет вид. Всё, что связано с пошивом одежды для вождя мирового пролетариата, как и в советское время, гостайна. Отсюда и столько слухов. Например, поговаривают, что Ленин лежит в саркофаге без штанов. Ведь под пурпурным покрывалом их всё равно не видно. Но другие уверены, что одет он полностью. Но на спине у рубашки и пиджака большие разрезы. Так проще одевать. Галстук Ильичу каждый раз подбирают согласно веяниям моды. Горошек становится то крупнее, то мельче меняется и расцветка. В последние годы он становился всё темнее. А вот ткань для костюма всегда одна и та же. Дорогой швейцарский люстрин. Тончайшая шерсть с блеском, которую Владимир Ильич питал особую слабость при жизни. Так, что же будут делать в Мавзолее в ближайшие два месяца? Узнаем у Евгения Тишковца. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Отделите, пожалуйста, слухи от правды. Алексей, профилактические работы с телом Ленина проводятся регулярно. В наши руки попала копия договора о проведении медико-биологических работ по сохранению прижизненного облика Владимира Ильича. Вы можете представить, до какой степени это трудоёмкая и кропотливая работа. Только список реактивов включает в себя 100 наименований. Это не только обеззараживающие и бальзамирующие вещества, но и средства для восстановления формы тела, различные воски, парафины, разнообразные пигменты для придания естественного цвета кожи. Итак, за телом Ленина ухаживают уже более 90 лет, и оно подвергалось бальзамированию несколько раз. Первое было произведено сразу после смерти вождя в 1924 году профессором Абрикосовым. С этой целью в кровеносную систему было закачано около 6 литров смеси этилового спирта, глицерина и формальдегида. Это способ краткосрочной консервации тела, и обычно он применяется для того, чтобы сохранить ткани на срок до нескольких дней. Однако зима 1924 года была очень холодной. Посмотрите, в январе, феврале и большую часть марта стояли сильные морозы. Температура в среднем была ниже нормы на 4-5 градусов, и благодаря этому консервация профессора Абрикосова уберегла тело от разложения вплоть до конца марта. Но вскоре тело Ленина стало покрываться трещинами. Мощи, которым по их статусу полагалось быть нетленными, распадались у всех на глазах. Требовалось принятие немедленных мер. Выход в итоге был найден. Специалисты прибегли к способу химического бальзамирования. Из тела Ленина были удалены все органы. Содержимое черепа, глаза заменили на стеклянные шарики. Затем тело было продезинфицировано уксусной кислотой. В дальнейшем медики столкнулись с серьезными проблемами. Необходимо было пропитать ткани раствором формальдегида. Это соединение делает белки организма химически инертными. Обычно бальзамирующие жидкости вводятся через кровеносные сосуды. Но в этом случае они уже были частично разрушены разложением и предварительной консервацией. Поэтому по всему телу были сделаны надрезы. Для того, чтобы формальдегид хорошо проникал внутрь и пропитывал все тело. Но и этот способ не дает гарантии бесконечной сохранности тела. Необходимо строгое поддержание температурно-влажностного режима. Война стала новым испытанием по сохранению ленинского тела. Тогда его в первый раз и пока единственный раз пришлось вывезти из Москвы. Когда немцы были на поступок к столице, Сталин приказал эвакуировать останки вождя в Тюмень. Временный мавзолей расположился в сельскохозяйственной академии. Вот это здание на фотографии. Из-за нарушения условий хранения на теле Ильича появилась черная плесень. Ее споры очень быстро размножаются и образуют многочисленные колонии. С большим трудом медикам удалось ликвидировать эти поражения, не повредив тело. Для предотвращения таких ЧП каждые два года проводится профилактическая обработка тела Ленина.